здравствуйте друзья с вами я кузнецов дмитрий компания лям ну и наш всеми любимый я надеюсь герпес адольфович заведующий отделом юмора компания лям друзья мои он сейчас будет разговаривать с сотрудником актив бизнес коллекшн вашему вниманию и предупреждаю как правило это очень весело у нас отдельный плейлист из по герпесу адольфович и я вам предлагаю посмотреть его ну и в конце ролика будет опросничек по поводу герпеса адольфовича пожалуйста послушайте этот ролик и вы мне потом по желанию конечно же ответите на вопросе на один который очень сильно меня волнует ну и так поехали калибном группа сбербанка на формирую запись разговора елена могу услышать так сейчас спрошу я спрошу клава лава в деле на я по как всегда да я тут спрашивают я спрашиваю насчет ее договорных отношений с сбербанком вы передать информацию сможете я вам объясню я почему так вздохнул тяжко когда услышал что она в лаборатории то есть если она уходит от нас это наш коллега наш руководитель человек максимально преданной науки безвозмездно отдающий себя выбранному делу ну и скажу я вам так она ушла в лабораторию лаборатория это так скромно сказано это такое помещение где повышенная гамма-излучение там проходят опыты но у нас госзаказ чтобы вы понимали мы вы знаете не исконно это вы передать можете я почему так и затянул то с предисловием она когда выходит из этой вот мягко скажем комнаты там потом декомпрессионные мероприятия порядок порядка пяти дней человека там не свой там очень серьезно все представьте себе человека у которого полностью выпал и все волосы ну и там конечно трясутся руки на краях губ слюни там запекшиеся глаза красные и она неадекватно становится но это наша судьба наш выбор так скажем ради науки и я передам не передам это не имеет никакого значения поэтому она осталась в телевизорные значения как раз таки имеет потому что я очень серьезный бой на эти последствия но скажем так не среагирует у нее серьезные последствия плане того что она полностью отдала себя науки и теперь вы понимаете мне вот эта ситуация в принципе не интересна я понимаю что вы хотите доказать что-то рассказать что-то неинтересно у нее очень большой долг перед банком так я понимаю связывается она с нами не собирается в ближайшее время она не разберется с этой ситуацией усугубится еще более это как она усугубится на краю пропасти в плане здоровья и может жить осталось по тройку месяцев она себя ограждает от этой работы чтобы не быть на крайне не 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 понимаете она 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 фанатичка понимаете вы понимаете что она должна банку большую сумму вы понимаете что если вы начнете всем так говорить понимаете понимаете у человека денег в кармане не прибавится и переубедить человека сложно будет я допустим всеми руками я просто говорю информацию по которой у нее ближайшее время ситуации еще более усугубится если она это вопрос решит а вы что меня смешите человек сказал сам себе все только наука меня интересует понимаете вот мы получаем зарплату она все до последнего пошла зачем интересуя ее наука она берет банки большие суммы не возвращает раз ее тут все просто ну пусть наука ей помогает возвращать задолженность ей банки просто так выдал денежные средства он ей не подарил она их обязана вернуть и без разницы наука не наука этого никого не волнует вы немножко недопонимаете перспективы то совершенно другие смотрите ситуацию мне не интересует перспективы мне интересует ситуация по возвращению задолженности у вас урезанное отношение к человеческой натуре дело в том что она и так возвращает все и не только деньги скажем так а себя все возвращает нам государству понимаете пожалуйста не ограничиваю ее в этом но за должность она не возвращает вот как вернет задолженность уже поговорим по другому вы убеждаете вы ограниченная натура задолженность не может быть возвращена именно натурой деньгами а понимаете она такую пользу приносит вот вам смотрите мы сейчас Мы же проводим опыты. Мне она пользу никакую не приносит. Чем она мне пользу принесла? Я знать не знаю, что это у кого. И детям моим она тоже пользу никакую не принесла. Я знать не знаю, где она, кто она и кто она. Поэтому ситуация мне вообще безразлична. Вы нажимаете на кнопочку «Получать яичницу или блинчик из принтера?» Благодаря нашему уважаемому сотруднику, коллегею. Яичка и блинчик из принтера я не получаю. Яичка и блинчик я сама себе приготовлю. Всему своё время. Вот как всё. Сейчас никакой пользы я от неё не вижу. И, соответственно, она достаточно серьёзно углубляет твоё положение. А представьте себе такие электроди вам в голове представить. Мужчина, мужчина, я не собираюсь ничего представлять. Ей Бог не подарила эту сумму. Она обязана вернуть эту сумму. Малый ток специальный. И у вас мозги по-другому начнут работать. Понимаете? Снемы не так хорошо работают. Я понимаю, что это выстреление, похоже, не понимаете. Вот на вашей работе они наверняка вообще отказываются работать. Потому что я вам говорю, вникните, подумайте, а вы свою теорию долбите. Долбите, долбите. А надо электродики. У нас уже мы приглашаем добровольцев. Приходите. Хотите, вот мы вам скинем. Нет, не хочу. Мы вас пригласим, заплатим вам 500 рублей. Это побольше, чем вы получаете наверняка. Я получаю побольше. Побольше? Но вы можете несколько раз сходить. Понимаете? Электроды прицепят. Вам электроды прицепят. Вы себе электроды прицепите. Может, вам у меня ничем-то помолит. Но я вижу, что вы пробовали. Я так поняла сразу, что вы пробовали. Да, да. Но дело в том, что я уже максимально. Я свой мозг эксплуатирую на 3%. Это считается большой показатель. У меня IQ знаете какое? А у вас сначала проверят IQ. А потом эксперимент проведут и вновь проверят IQ. И у нас обычно, ну если, конечно, небезнадежный человек, то повышается IQ немножечко. И у вас, наверное, повысится. Ну, если вы небезнадежный человек. Так что я вам рекомендую. У вас работа такая... А я вам тоже рекомендую. Пожалуйста, номер телефона, она же бесплатная, 8800-170-7040. Елене Владимировне обязательно передать. Если в ближайшее время она с вами не свяжется, у нее начнутся взлетаться серьезные проблемы. Я вам даю, что она с вами не свяжется. Нет. Ну, значит, хорошо. Банк будет подавать на нее в полицию. Потому что она все, извиняюсь. А зачем ее разыскивать? Мы неисколько работаем. Потому что, конечно, она не выходит. Куда не выходит? Она выходит только через 4 дня. А, на связь. А как выходят на связь? Скажут, не, вам точно электроды надо. Вы эксплуатируете какие-то глаголы непонятные. Они вообще никаким образом не соосферируют. Все нормально, что вы смеетесь-то все время. Чего? Что вы смеетесь-то все время? Нормально с вами все? А вы смешите меня. Вот почему. Я вас смешу. Я вам рекомендую. Электроды надо срочно. Походу, у вас там что-то другое смешит. Наверное, электроды ваши. Единственное, там есть минус. Вам виски выбьют. Выбьют виски и вот зацелочную часть проблеют, да. Ну ничего, оно того стоит. Зато потом мозги, знаете, как будут хорошо работать. Вы скажите, скажите, еду я по выборинам, из выборин я не выйду. Скажите, сможете? А зачем мне это говорить? Ну просто протестирую вас. Надо вам электроды или нет? Ну можно, конечно, инъекциями, может быть, ну попробуйте. Так и смешно будет. Ну зачем мне это пробовать? Ну не хотите, ну полистилея станет, день только начался, а вы уже себе настроение поделите. Еду я по выборинам, из выборин я не выйду. Попробуйте, пожалуйста, сказать. А может быть, можно инъекциями обойтись будет в вашем случае, понимаете? Вы очень много выиграете, если согласитесь стать добровольцем. Деловка минус, там просто затылок будет выбрить, ну и виски. Все нормально с головой, мне кажется, у нас все плохо. Не, 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 нормально. Я уже у меня уже, не тоже, ну я регулярно тебе вот эти вот опыты ставлю. Но вы не представляете, я теперь могу любую скороговорку повторить. А вот вы не можете. А мне это что даст в жизни? Вам надо чего надо в жизни поменять. Вот вы, смотрите, я вам предлагаю хорошую работу. Вы будете регулярно. Какую хорошую работу? Ну, если вы это возьмете за правило, вам выдадут пропуск наше. А какую хорошую работу-то? Подопытным. Нести чушь? Нет, причем чушь вы перестанете как раз нести. Вот сейчас вы... Ну, в отличие от вас, я говорю естественные вещи. В отличие от вас. Не, вот видите, а никогда еще человек, который не совсем адекватно... Я не собираюсь далее с вами разговаривать, потому что не вижу мысла далее с вами разговаривать. Чтобы вы ей не передали информацию. Я вам доброго свидания. Я же рад передать. Но я вам рекомендую, пожалуйста, что вы говорите нести чушь. Рекомендуйте себе, уважаемый. Так я-то как себе... Я не сожалею, что у вас все такие, видимо, это как-то вообще не заразно. Поэтому я еще раз говорю. О, девочка, это не заразно. А вот когда вы в своем окружении чушь несете, это... Друзья, ну вот тот самый опросничек, который я вам обещал. Необходим ли нам Герпес Адольфович на этом канале? Вот в правом верхнем углу опросник появляется. Ну, а что касается персоны коллектора, да. Мне кажется, диагноз Герпес Адольфович поставил железобетонный. Электроды, электроды, малые токи. Тут даже инъекции не помогут. Только так, только прямое воздействие на мозг. Ну, сейчас уже, кстати говоря, и это спорный вопрос. Друзья, ну, если серьезно, то, пожалуйста, Центр юридической защиты компании Алиам является крупнейшим юридическим оператором, ведущим юридическим оператором на территории Российской Федерации. Мы работаем действительно по всей России. Где бы вы ни находились, мы готовы оказать вам юридическую поддержку в деле борьбы с вот этим финансовым беспределом, который банкиры вершат налево-направо. Я не буду вглубь вопросов погружаться, а скажу лишь только одно. Но все, что они делают, это вообще ничего общего с законом не имеют. И для многих окажется невероятным это следующее заявление. Но вы, друзья мои, не отдавая кредит, остаетесь в правовом поле, потому что это вам гарантировано Конституцией. Но мы с вами не читаем, не вникаем, не знаем своих прав, и поэтому страдаем всю свою жизнь. Я предлагаю это прекратить. Как устроена работа кредитных юристов компании Алиам? Чем мы можем вам помочь? Вы можете узнать, пройдя по ссылочке, которая в описании ролика есть. Вы попадете на наш сайт. На сайте выложена видеопрезентация, как устроена работа специалистов компании Алиам. Посмотрите ее и сделайте все по инструкциям. Обязательно посмотрите видео на сайте. Ну а я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия, финансовой грамотности. И не бойтесь, не надо бояться того, чего на самом деле не может произойти. Включайте мозги. С вами был Куренцов Дмитрий, Центр юридической защиты в компании Алиам. Да, да, да. А еще Герпес Адольфович тоже, я вам тоже передаю привет. Привет, друзья мои. Ничего не бойтесь. Не надо их бояться. Они все бестолковые. Им нужны электроды в голове и малыми-малыми токами. До свидания.